Здравствуйте, дорогие друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пастор Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день!» Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем продолжать тему «Страх Господень». И очень важно, когда мы уразумеем этот фактор в нашей жизни, придут на вас все благословения. Библия говорит, они придут на вас. Поэтому мы будем сегодня размышлять о Слове Господнем, которое нас наставляет, которое открывает нам сокровищницы, для того, чтобы мы наполнили свой разум теми принципами, которые поведут нас на путь созидания, на путь успеха, на путь благословения и в вечной жизни с нашим дорогим Богом. Мудрость Божья взывает сегодня к нам. Она говорит, придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствовать, чтобы видеть благо? Скажите, кто от этого может отказаться? Видеть благоденствие, иметь благо, иметь жизнь вечную. Дорогие друзья, мы не только говорим на уровне нашей земной жизни, но в свете вечности. Подумайте, дорогие друзья, вы хотите жить вечно. А если вы уже приняли эту вечность, храните эту вечность и со страхом провождаете свою жизнь. Хочет ли человек жить и любит ли благоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обрещены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Вот мы видим картину два положения. Те люди, которые не будут заботиться, иметь страха Господнего в своей жизни, они будут подвержены, они будут открыты для всяких демонических воздействий, чтобы делать зло. И такие люди, они не смогут быть в лице Божьем. Почему? Потому что их суть – это зло. Но Господь, написано, ополчается вокруг боящихся Его и охраняет их. Ангелы Господни ополчаются. Дорогие друзья, это так замечательно. Поэтому сегодня мудрость Божия взывает к нам и призывает, чтобы мы пришли, как дети, как смиренные люди, и научились страху Господнему. Да, и действительно, Библия говорит о том, что безумец сказал в сердце своем, что нет Бога. Само отрицание Богу – это и уже есть безумие. Но когда мы уже осознали Бога и не доверяем Ему полностью, и не подчиняемся, это тоже нехватка мудрости. Понимаете? А мудрость, начало мудрости – страх Господен. Вот если вы хотите вообще иметь мудрость, то начало – это страх Господен. Это первое, что вам надо искать – страх перед Богом. И оно приведет вас к мудрости, вам откроет источники, откроет вам Божьи принципы божественные. А мудрость Божия, представьте себе, иногда когда слышишь, как устроены небеса, как устроена вообще вся галактика, все это, как клетка устроена, как человеческий организм. Не перестаешь восхищаться мудрости Божией. Понимаете? И вот эта вся мудрость, она доступна вам через страх Господень. Поэтому настолько важна сегодня вот эта сфера, эта эрия, которую мы сегодня вам, можно сказать, пытаемся вас ввести, страх Господень. Мы пытаемся вам показать, раскрыть эту сферу, которая просто приведет вас к благословению, к мудрости. Поймите, что сегодня люди считают себя мудрецами в то время, когда они отвергают Бога, Творца. Понимаете? Библия говорит, Библия это авторитетная книга, которая прожила через все века и сохранилась до сегодня, чтобы нам открывать принципы Царства Божия, чтобы нам открывать будущее. И мы видим, что она себя, ее даже не надо оправдывать, она себя сама подтвердила через те предсказания, которые Бог говорил, и как оно все исполняется. И сегодня снова и снова мы видим, что нет книги подобной ей. Нет, просто нет. Понимаете? Поэтому или нам довериться ей, или, знаете, считать, что мы такие мудрецы. Дорогие друзья, позвоните, напишите. Мы продолжим эту тему, когда возвратимся. Друзья, вы в программе «Твой лучший день». Воистину, у вас сегодня самый лучший день. Вы скажете, как это можно знать? Очень просто. Вы дышите, вы имеете возможность слышать это слово. И не только, но принять его в сердце, растворить. И если ты примешь Писание, говоришь, и примешь страх Господень, то я сделаю тебя как золото на самом деле. И смотрите, что здесь говорится. Что начало мудрости страх Господень и познание святого разума. Дорогие друзья, сын мой, если ты примешь, очень важно, не просто, знаете, ну, я знаю, я слышал, да, это и так все понятно. И сохранишь эти слова при себе, заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Если ты наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Дорогие друзья, невежды погибают, и Господь хочет, чтобы у нас было Богопознание и ведение о Нем. Почему? Потому что мы без Бога не знаем, как правильно нам жить. Написано в Писании, что каждый совратился на свою дорогу, ищ, идет по своим путям. Но Господь через Сына Своего Иисуса Христа, Он указал этот путь, эту истину к небесному нашему Отцу, к Богу. Иисус сказал, я есть им путь, истина и жизнь. Познать путь, найти путь, познать истину и обрести жизнь. Это так очень важно. Поэтому, дорогие друзья, Господь сегодня призывает нас, чтобы мы преклонили ухо, чтобы мы приняли в сердце то, что Бог говорит. То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. И страх Господень будет твоим сокровищем. Действительно, те сокровища, которые сегодня мир предлагает, знаете, они настолько временные, а Бог предлагает вечные сокровища. И настолько важно вот здесь, как бы, стать перед этим вопросом и сделать правильный выбор. Куда мы пойдем? Поймите, что когда мы выбираем то, что предлагает Бог, это как премудрый Соломон, который написано, что он не бросил богатства у Бога. Когда Бог спросил ему, ему приснился сон, что Бог говорит, проси у меня, что ты хочешь. И он сказал, мудрости, твоей мудрости. И вы знаете, что Бог ему сказал? За то, что ты не просил у меня богатства и славы, то, получив мудрость, ты получишь и то, и другое. Понимаете? Принцип. А если бы он попросил богатства и славы, то он бы попросил богатства, получил бы то, что он имел бы мудрости. Понимаете? И он бы мог их потерять. Потому что именно мудрость помогает сохранить и именно богатство и славу. Это слава у Бога, а не у людей. Понимаете? Люди сегодня ищут перед людьми. Ну, я смотрю, думаю, ну прославились люди. Ну, узнали тебя все. Ну, показали тебя по телевизору. Ну, что еще? Что может быть? Медаль тебе золотую повесили. Понимаете? Все прохлопали, проторжествовали. Какое-то время проходит, а тебе забывают. И тебе может быть даже больнее, чем до этого. Потому что это временное. Поймите? Кто-то тут снова выиграл, кто-то первый потом. А ты уже, можно сказать, знаете, как бы отживает твоя слава. А у Бога слава, которую Бог предлагает. Это слава с ним разделить. Он говорит, я разделю мою славу. Прославлю прославляющих меня. Понимаете? Это слово Божие говорит об этом. Это не я придумала. Люди иногда боятся, ой, не-не-не, Бог будет прославлять нас. Другими словами, чтить нас будет. Понимаете? Божья просто, эта честь будет на тех людях, которые Он отделит. Он сказал, что я, когда пришло отделение, когда Он выводил из Египта, Он сказал, настало время, когда я отделяю тех, которые славят меня, и которые служат мне, и которые не служат. Понимаете? И Бог всегда будет это делать различие. Потому что на тех людях, которые служат Богу, благоговеют перед Ним, имея страх, будет почивать Божья печать Божьего благоволения. Мудрость Божья взывает снова к нам, дорогие друзья. Поэтому, когда вы услышите голос Божий, Писание говорит, не отвергните слов моих, не ожесточите вашего сердца. Мы по природе люди, очень бунтарские люди. Мы не с терпением слушаем или другие какие-то вещи делаем. Дорогие друзья, после короткой паузы мы вернемся. Напишите и позвоните, что вы желаете исполняться страхом Господнем, который есть сокровищем для вас. Мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Мы продолжаем эту замечательную тему, чтобы лучший день, он действительно стал вашим лучшим днем, когда Бог будет присутствовать в этом дне. И мы будем продолжать эту замечательную тему. Абсолютно. И сегодня самый лучший день, то, что вы можете слышать Слово Божие. Дорогие друзья, сегодня нетерпимость, такое вот несение другого мнения часто нас приводит, ну, знаете, в такое состояние не очень хорошее. Но страх Господень, Он научает мудрости. Давайте прислушаемся. Вот Господь уже обращается неоднократно сегодня к нам в этой программе. «Сын мой, если ты примешь». Дальше Он говорит, «Сын мой, наставление моего не забывай», если мы уже приняли. «И заповеди мои, да хранит сердце твое, ибо долготы дни и лет жизни, и мира они приложат к тебе». Вы понимаете? Мы все так хотим, каким-то путем приобрести то счастье, то благословение, и долготу, и этот шалом, и мир. Вы не купите ни за какие средства в этом мире. Нельзя этого купить, дорогие друзья. Это можно принять, это можно хранить. И Господь показывает как. «И милость, и истина, да не оставляют тебя». Вы знаете, что такое? Только истина человека освобождает. Милость, она превозносится над судом. И сегодня Господь милует еще землю нашу, чтобы никто не погиб, его благость и милость ведут к покаянию, чтобы мы сегодня познали Бога и прославили Его. «Не оставляю тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и даже людей». «Ва! Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Вот здесь вся и дилемма происходит, что мы такие умные, что мы Бога отвергаем, а надеемся на свой разум такой. Дорогие друзья, а Господь говорит, «Надейся всем сердцем своим на разум свой, на Бога и не полагайся на разум свой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти, Господа, от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся там жительства твои, благословение придет, и финансовое, и исцеление придет души и духа. Мудрость придет, придет жизнь вечная и благословение». И действительно, то, что люди сегодня ищут, ждут, как-то, что оно само по себе придет, как-то, может быть, повезет. Дорогие друзья, не покупайтесь на этот обман. Как-то что-то не придет, и как-то не повезет. Так просто вот на ровном месте нам кажется, вот что-то случилось. Ну надо же, повезло человеку. Вот так вот у него все складывается, все у него успешно. Дорогие друзья, читайте Библию. О чем Библия говорит? Конкретно, будете благоговеть перед Божьими принципами, закройте дверь лукавому, сохраните себя от греха, оградите, понимаете? Вы делаете решение, как, понимаете, если люди думают, ну, ты говоришь, сохраните себя, как сохранить? Вы делаете решение, впустить или не впустить, стучиться к вам, а согласиться с этим или не согласиться, понимаете? Написано во власти языка жизнь и смерть. И вы возьмите ответственность за свою жизнь, что происходит в нашей жизни. Это самая большая уловка дьявола в том, что мы, знаете, жертва обстоятельств. Дорогие друзья, это обман. Даже здоровье, это не шанс, а выбор. Понимаете? Даже здоровье. Есть какие-то проценты наследственности, но больше это зависит от стресса, как ты подвергаешься. А подвергаешься стрессам, а почему? А потому что ты все переживаешь, все боишься, все ждешь страшного. Ой, случится. Ой, а вдруг? Ой, не позвонил. Ой, а что? А доехал ли? Слушайте, дорогие друзья, это страх перед людьми, который как раз-таки не угоден Господу. Возненавидьте это, понимаете? Поменяйте мышление, как новое творение. Людей, которых любит Бог, которых хранит Господь. И вы увидите, что все у вас будет складываться совсем по-другому. Бог будет на вашей стороне. Будет ополщаться, ангелы будут над вами. Поэтому, дорогие друзья, мы возвратимся буквально через несколько секунд. Друзья, вы в программе «Твой лучший день». И сегодня у вас такой день, что вы можете слышать обилие слов Господних. Будет такое время, что люди будут искать Слово Божьего и не найдут. Поэтому сегодня, когда Слово Божие, оно звучит, оно просто как река льется. Встаньте в поток Божьей реки, и вы будете омыты, исцелены, спасены, благословлены, искуплены. Вы будете в Царстве Божьем. Дорогие друзья, этот поток приведет вас к Отцу Небесному. Начало мудрости, страх Господень, и познание святого разума. Страх Господень, ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу. И Господь говорит, у меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаканивают правду. Мною начальствуют начальники, и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие, и правда, и плоды будут прекрасные, и так дальше. Он говорит, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполню. Вот где изобилие, мудрости, благословения, всех благ, которые Бог предлагает для любящих Его. Страх Господень, источник жизни, удаляющий от сети смерти. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище. Дорогие друзья, сегодня Бог, как никогда, посылает в ваше сердце, в вашу жизнь, в ваш разум свое слово. И оно быстро течет. И слово Господне, оно не возвращается тщетным, но исполняет то, для чего Господь его послал. Точно как снег и дождь нисходят с неба, и напаяют землю, и чтобы она давала плод, произращала. Так и слово Господне не возвращается к Господу тщетным. Поэтому примите это слово. Это как семя. Слово как семя. Вы семя можете где-то спрятать, где-то не понять, где, а оно никакой пользы не принесет. Но если семя посадить в добрую почву и ухаживать за этим семям, то будет чудесный плод, и вы будете живы и здоровы. Точно так Слово Божие. Что вы сегодня сделаете со Словом Божиим? Господь говорит, чтобы мы были мудры, чтобы страх Господень присутствовал в нашей жизни, чтобы мы были теми мудрыми людьми, которые слышали Слова Господние, которые копали, углубились. Это те люди, которые слушали Слово Господне и жили по Слову Господню. Но те люди, которые слышали Слово, просто как нас, может быть, забавных певцов, это Слово не принесло пользы слушающим. И когда пришли штормы, бури, ураганы, наводнения на жизнь людей, то написано, дом тот не устоял, он был разрушен. Но который стоял на камне, на Слове Божьем, он устоял. Поэтому стройте свою жизнь, свою веру, свою вечность, свое упование, свою надежду твердую на страхе Господнем. И кто имеет страх Господень, никогда не останется в стыде. Он всегда будет доволен и зло его не постигнет. Да, я думаю, что лукавство является одним из самых больших препятствий перед страхом Божиим. Понимаете, они несовместимы. Когда человек лукавит, он, получается, думает обмануть Бога. Что я не сделаю того, что Бог сказал, а все равно мне будет все хорошо. Все равно я не буду платить за то, что я делал преступление. Понимаете? Это вот люди, которые сидят сегодня в тюрьме. Вы знаете, ведь не просто больше половины, а все они не рассчитывали туда попасть. Понимаете? То, что они делали преступление, они никогда не думали, ни один из них не думал, что вот сейчас я сделаю это и посижу потом в тюрьме. Все они думали, что не будет мне за это воздаяние. Как-то меня пронесет и как-то, как-то меня не узнают. Никто не узнает. Понимаете? И вот сегодня люди перед Богом не ходят, не благоговеют, не боятся Бога, грешат. Понимаете? Получается, нарушают законы Божьи. Вот точно так, как нарушающие люди закон государства, они их садят в тюрьму, наказывают, или штрафы большие платят, или им что-то это стоит. Понимаете? А сесть за решеткой, это страшно. Понимаете? А вечность лишиться Бога и быть в аду, это еще страшнее. Понимаете? И вот сегодня, когда люди думают, что нет, я поживу, ну что, зачем мне это надо, ограничения эти какие-то там, что-то от какого-то Бога любить, какой-то бояться еще, благоговеть перед ним, что они там мне навязывают. Понимаете? И человек думает, что он умнее всех, и он обманет Бога, и что он живет не по принципам Царства Божия, а будет царствовать вечно. Слушайте, дорогие друзья, не поддавайтесь этому лукавому обману. Сегодня разберитесь в этом и просто задавите это лукавство. Победите в себе этот порог, и Бог высвободит вас, просто покажет вам именно вот этот путь превосходнейший. Дорогие друзья, звоните, пишите, задавайте нам вопросы. Мы возвратимся и продолжим эту тему. Друзья, мы продолжаем нашу замечательную тему. Страх Господен. Он чист и пребывает вовек. И что есть человек, которому он окажет благо, боящегося Господа, он благословит такого человека. И Господь сегодня призывает нас. Что такое страх Господень? Мы хотим напомнить еще раз. Это благоговение, это почтение, это уважение, это послушание Богу. Это трепет. Да, это трепет перед Господом. И Господь говорит, что вот на кого я презрю, буду особенно смотреть, буду пристально смотреть, надзирать над этим человеком, благословлять, охранять его буду на тем, который благоговеет перед именем моим, перед словом моим трепещет. О, это как-то непонятно, что такое трепетать. Я хочу спокойствия. Да у вас не будет никогда спокойствия, дорогие друзья, когда вы не будете трепетать перед словом. Как только вы будете уважать и трепетно относиться к слову Божьему, придет тот настоящий шалом, тот мир, в котором вы так хотите прибыть. А остальное, это все суета, оно беспокойство, оно не дает вам прибыть в Божьем мире. И кто пребывает в этом Божьем мире, в страхе Господнем, зло его не постигнет, у него будет мир. И Господь, он напоминает сегодня пастор Галина словом своим, что верою ной такой был. Многие знают об этом и уже не нужно напоминать. А без веры угодить Богу невозможно. Верой ной получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, это страх Господень у него был, приготовил ковчег для спасения дома своего. приготовили ли вы ковчег спасения для дома своего. Благоговея. Спасешься ты и весь дом. Господь хочет видеть ваше благоговение, ваше смирение, потому что только смиренным дается благодать. Горным Бог противится, это зло в очах Божьих. Поэтому, если вы противитесь, это зло, оставьте зло, изберите страх Господень. И дальше. Этой верою своею он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Над Ноем смеялись, ну что он там строит? Ни воды, ни моря рядом, ничего нет. Он строит какой-то ковчег. Он строил ковчег спасения. И он своею верою осудил весь мир. Дорогие друзья, может быть, кто-то смеется сегодня из вас над вашей жизнью, над вашим упованием. Но вы знаете, что Господь есть твердая надежда для тех, которые ходят перед Ним. Поэтому, никто в стыде не останется. И лица тех людей всегда будут просвещены, потому что у них есть твердая надежда на Господа. Поэтому, стройте свою жизнь, свое упование на этой скале непоколебимой. Стройте ковчег спасения, пока есть время. Когда уже вода наступит, когда буря придут, тогда поздно уже что-то строить. Будьте мудры, как Ной. Посмотрите, что Господь говорит. Мы не сказки вам читаем, это истина. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. Сегодня ваш выбор. Или вы пойдете с Богом, принимая страх Господень, или вы пойдете другой дорогой. Изберите. Господь говорит, предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Но я, как советник, мудрый, на котором и почиет страх Господня. Он говорит, я предлагаю вам, изберите жизнь. Он подсказывает, он направляет. А наше дело, дорогие друзья. Поэтому будьте мудры, станьте на сторону Бога, и вы никогда не проиграете. Господь хочет благословить вас правильным выбором в вашей жизни, чтобы вы сегодня избрали страх Господень. Спасешься ты и дом твой во имя Иисуса Христа. И мы действительно предлагаем вам, выберите жизнь, выберите страх Господень, который станет сокровищем вашим, который принесет все благословение, которое Бог имеет для каждого из вас. Несмотря на то, что как бы Бог вас не любил, как бы Он не хотел вам блага, Он не может вас защитить, когда вы пустили врага в свой дом, понимаете? Поэтому если вы скажете врагу нет, а Богу да, то Он придет, и с Ним придет все, то, что вы так сильно хотите. Иногда дьявол предлагает... Придет время спасения. Да, все придет, все, что необходимо. Поэтому, дорогие друзья, в заключение мы просто хотим вдохновить вас. Доверяйте Богу, доверяйте Слову Божьему, вот все то Слово Божье, которое мы читали. Выберите жизнь, выберите страх Господень, выберите благо для своей души, выберите мудрость, выберите благословение, выберите обеспечение, выберите будущее для своих детей, для своего наследия, понимаете? Если вы не выбрали это, вашему наследию вы предлагаете все, все то, страшно даже подумать, все разрушения, как евраг только имеет, понимаете? Все проклятие, оно нависает над теми людьми, которые не выбирают жизнь. Бог предлагает сегодня вам, говорит, выбери благословение, и сегодня мы говорим вам, выберите, вы сделаете это правильное, если вы выбрали это благословение, утверждайтесь в этом, еще больше подчищайтесь, еще больше перед Богом приносите эти сферы, которые вам кажется, еще где-то что-то открыто, еще где-то что-то, понимаете? Поэтому пусть Бог благословит вас. Мы поразглашаем действительно, Божье благословение, оно подчьет на вас, потому что вы выбрали благословение, и Бог сказал, что выбери благословение, и придут на тебя все благословения, придут во все сферы вашей жизни, Он сказал, что будешь благословен и при входе, и при выходе, во всех сферах придет благословение на вашу жизнь, на ваше наследие, на ваше здоровье, на ваши финансы, мы благословляем вас, дорогие друзья, и мы благодарим вас, что вы были в программе твой лучший день. И мы посылаем вам Шалом! Субтитры подогнал «Симон»